Добрый день! В эфире выпуск новостей в студии Елена Самарина. Вот главные темы к этому часу. Сразу три парка одновременно благоустраивают в Барнауле. Что изменится? Первичное отделение движения первых открыли в краевой столице. Его основная задача объединить организации края, занимающиеся воспитанием молодежи. Шестерых воронят спасли от гибели барнаульцы. Рабочие спилили дерево вместе с птичьим гнездом. Птенцы могли погибнуть. Три общественных пространства одновременно благоустраивают в Барнауле. В этом году преобразятся парки Центральный, Изумрудный и Юбилейный. На что пойдут 300 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, узнала Анастасия Меньшакова. Никаких больше вечеринок в парке Центральный. До конца года. Пока не закончится благоустройство территории. В середине мая началась реконструкция Барнаульского парка, жемчужины города. Дорожная техника уже срезает асфальтовое покрытие. Центральный обустраивают по нацпроекту жилье и городская среда. Будет вновь восстановленный, благоустроенный, по сути реконструированный фонтан. Он будет полупешеходный. Достаточно интересное решение дизайнерское. Поэтому сейчас как раз ведутся активно работы по демонтажу конструкции. Кроме этого в парке появятся различные игровые детские площадки на разный возраст ориентированный, современный. Из экологичных материалов появятся качели с подсветкой для взрослых в районе фонтана. Центральный закрыт для посетителей. Но прогуляться в жаркий день все еще можно в юбилейном. В прошлом году в парке обновили асфальтовое покрытие на двух аллеях. Центральной и от пруда по улице Гущина. Установили скамейки, освещение и камеры видеонаблюдения. И вот начался второй этап благоустройства. Будут обустроены велобеговая дорожка. Она будет частью асфальтовое покрытие и часть будет отсев. И будут благоустроены еще другие дорожки. Будет установлено еще дополнительное освещение. Будут установлены скамейки. И будут, слава богу, установлены наконец-то туалетные модули. Благоустраивают и парк Изумрудный. Работать четвертый год подряд идут по инициативе губернатора Виктора Томенко. Уже восстановили пруд. Можно даже прокатиться на лодках и катамаранах. Благоустройство парка выходит на финальный этап. Началась реконструкция забора. А вот входная зона останется та же. Но ей вернут исторический облик. Также будет продолжена сеть дорожек. Мы практически завершим дорожки в юго-восточной части парка. Также будет построен мини-амфитеатр. Это тоже позволит нам проводить интересные мероприятия, спектакли, концерты, мастер-классы, лекции и так далее. Также будет сделана большая парковка возле визит-центра. И еще один важный объект хотим в этом году сделать – зеленый пляж. Это поляна газонная между зданием храма и прудом, чтобы люди могли там загорать, отдыхать. Городские парки преображаются. Узнали у барнаульцев, видят ли они изменения. Ну приятно смотреть на самом деле. Я надеюсь, что у нас это продолжится. Войдет уже как тенденция реконструирования и, в принципе, очистка. Будем приводить в порядок свой город. Просто сказка. И чувствуется, что здесь прям с каждым днем все. Работы идут интенсивнее. И с каждым днем становится все лучше и лучше. Конечно, стало намного лучше. Изумрудный вот вообще преобразился. Хотя раньше тут была разруха какая-то. Теперь красота. Мы очень рады и ждем, чтобы парки возрождались в нашем Барнауле. Это прекрасно. Можно куда приходить отдыхать. Хоть с ребятишками, хоть с взрослыми. Общественные пространства обустраивают на средства из федерального, краевого и городского бюджетов. Только в этом году на благоустройство парков Центрального, Изумрудного и Юбилейного выделено больше 300 миллионов рублей. Анастасия Меншакова, Сергей Седых. Новости. Более 83 тысяч жителей Алтайского края получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами. Об этом сообщает официальный сайт региона. На выплаты каждый месяц направляют 214 миллионов рублей. Получателями могут быть неработающие трудоспособные жители региона, начиная с 14 лет. Поддержку могут назначить в том случае, если человек не получает пособие по безработице в службе занятости. Размер компенсации по уходу за нетрудоспособными старше 18 лет составляет 1200 рублей. Торжественное открытие первичного отделения движения первых прошло на базе Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Основная задача движения – объединение под общим флагом всех организаций края, занимающихся воспитанием молодежи. Таким образом, в России пытаются возродить некое подобие пионерской организации, которая объединяла всех школьников страны. Напомним, первый в крае слет прошел еще 5 мая, но в онлайн-формате. В первом очном мероприятии приняли участие представители юной армии, военно-патриотического клуба «Воин» и молодежного крыла Общероссийского народного фронта. Все они, теперь уже в рамках движения первых, будут продвигать обозначенные президентом России Владимиром Путиным идеи популяризации рабочих профессий. Добавлю, присоединиться к движению могут учащиеся школ и колледжей до 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте или обратиться к представителям движения в своем учебном заведении. Это система СПО. Они настолько ориентированы сейчас развиваться, и они как раз получают ту рабочую профессию, которая нужна сейчас нашей стране. А самое главное, СПО сейчас взяли на себя функцию, они стали наставниками для школ. О вооружении древних воинов расскажут жителям Барнаула в Краевеческом музее в эти выходные. Эта лекция станет заключительной в цикле, посвященном выставке «Кочевники. Покорители пространств и времен». На выставке предметы скифа Сакского периода и эпохи Средневековья. Подробнее о них посетителям музея рассказывали лекторы из Алтайского госуниверситета. Например, две встречи были посвящены курганам Алтая – древним захоронениям. Они вызвали большой интерес барнаульской публике. Мы завершаем лектории лекции Ольги Сергеевны Лихачевой, кандидата исторических наук из Алтайского госуниверситета, которая расскажет о вооружении племен Позырикской и Каменской культуры. Это VI и III века до н.э. Племена, которые занимали лесостепной и горный Алтай. Ну и вот интересное такое явление в принципе в археологии, что прогресс развития различных племен в том числе зависел от степени вооруженности этих племен. Археология, по словам сотрудников музея, вещь серьезная. Поэтому встреча не подойдет для маленьких детей. Возрастные ограничения лекции 12+. В музеи ходят не только, чтобы увидеть исторические экспонаты. Там можно и фильмы посмотреть. В Гмилика работает кинозал. Там представлены все этапы развития кино в регионе, а также уникальные экспонаты. Кстати, познакомиться с ними можно 20 мая в Музейную ночь. Узнать о людях, работавших в киносфере и родившихся или живших в Алтайском крае, сделать это посетители Алтайского государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая могут благодаря интерактивной кинокарте. Кроме того, сотрудники музея в прошлом году выпустили альбом под названием «Кинопанорама Алтая». Здесь порядка 80 персон. Это и актеры, и режиссеры, и художники, и сценаристы, люди разных профессий, которые работают в кино. Но, тем не менее, полистав этот альбом, конечно, начинаешь наполняться гордостью за наших людей. Гмелика основан в 1989 году. В качестве основной направленности здесь сразу выбрали тему истории кино в регионе, потому что Алтайский край оставила значительный след в становлении отечественного киноискусства. Этот след проявлен и в творчестве выдающихся кинематографистов, наших земляков, и в том, что здесь, на Алтае, было снято очень много художественных фильмов и, конечно же, документальных фильмов. И историю этих людей, историю съемок картин мы старались всегда тщательно документировать. С годами в музее собрали достаточно материалов, чтобы создать развернутую экспозицию «Алтай в отечественном киноискусстве». Ее открыли в 2020 году. Здесь представлены все этапы развития кино в регионе, а также уникальные экспонаты. Конечно, самые ценные для нас – это материалы личных фондов Василия Макаровича Шукшина, Ивана Александровича Пырьева, Екатерины Федоровны Савиновой, Валерия Сергеевича Золотухина. В постоянной экспозиции кинозала представлены кирзовые сапоги Василия Шукшина, подписанные им собственноручно. В них он сыграл свою последнюю роль солдата Петра Лопахина в фильме «Они сражались за родину». Кстати, увидеть эти и другие предметы Гмилика, а также посетить кинопоказ, можно во время всероссийской акции «Ночь музеев» 20 мая, начало в 19.00, без возрастных ограничений. Барнаульцы спасли от гибели воронят. Дерево вместе с птичьим гнездом спилили рабочие на улице Георгия Исакова. Пернатых малышей бросили на произвол судьбы. Сначала наша коллега, редактор сайта «Катунь-24» Анастасия Басаргина временно укрыла шестерых птенцов у себя на балконе и подкармливала, пока за ними не приехал следующий спаситель. Житель краевой столицы Родион Сафонов решил приютить птенцов у себя в частном доме. Мужчина осмотрел воронят, затем гнездо аккуратно погрузил в машину. Сегодня спасенных птиц передали биологу южносибирского ботсада «Алтгу» Дмитрию Рыжкову. У него пернатые будут жить, пока не научатся летать. После он отпустит воронят на волю. Мужчина говорит, проблем с питанием у птиц не будет. Это всеядные птицы, которые едят все. Все то, что едят, ест человек. В общем-то, в городе их родители примерно этим и обеспечивают. Для ухода нужно помещение соответствующее. Нужен большой вольер. Ну, где-нибудь там облёточник метров 30. Подробный материал о спасении смотрите в наших следующих выпусках новостей. К этому часу пока всё. Я желаю вам хорошего дня. Не переключайтесь. Эфир продолжит мои коллеги в 17.00. Спасибо, что были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok